Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Без удивления прочитал, без удивления прочитал вчера о том, что Татьяна Навка вступилась за Елену Исенбаеву. Вы знаете, что Елена Исенбаева пропала, ее что-то нигде не было видно. Потом, значит, уже сказали, что она в Олимпийском комитете России, что ее там то ли полтора года, то ли пару лет вообще никто не видел. Значит, выяснилось, как иностранные журналисты опубликовали, что она живет там где-то на Тенерифе, Испания, что ли, это, по-моему. В общем, за границей. Она никак это не комментировала, но сделала заявление, сказав, что когда в отношении нее Международный Олимпийский комитет начал расследование, а для спортсмена это наивысшее благо, потому что члены Международного Олимпийского комитета, они имеют возможность передвигаться всегда первым классом, то есть какие-то командировки у них, везде у них водители, лучшие машины, лучшие номера в гостиницах. То есть это Международный Олимпийский комитет. Это, скажем так, мечтали бы у спортсмена попасть туда на работу. Значит, когда начали против нее вот это вот дело, она заявила, что она никакого отношения к армии не имеет, причем потому что, я напомню, воинское звание майора, по-моему, это чисто номинальное, она сказала, чисто номинальное. Хотя есть фотографии с министром обороны, которая ей звание вручает. Вы знаете, тут комментировать нечего, потому что после этого начали говорить, что ну что же вы на Леночку накинулись, она еще мог поработать на благо России. В советское время, если бы при, значит, в советское время, в общем, произошла ситуация, когда спортсменка отправилась в работу в Международную Организацию от России, сказала, что у нее воинское звание, которое вот, ну она центральная ЦСКА, да, вот она выигрывает что-то, ее награждают. Если бы это чисто номинальное, вы знаете, ей было бы очень хорошо на широте Магадана. Я имею в виду воздух, ей было бы очень приятен там. Но никак по-другому бы с ней не поступили. Сейчас ситуация другая. Навка заступается. Вот что она говорит. Реакция по поводу Синбаева, честно говоря, не поддается пониманию. Вот и мне тоже не поддается пониманию реакции Навки. Давайте не забывать, что в честь этой великой спортсменки много-много раз играл российский гимн на крупных международных соревнованиях. И все слушали его, стоя с гордостью, всегда восхищались ей. А никто не отрицает ведь заслуги. Не пугачевские песни, которые, собственно говоря, она пела, ей написали. Очень хорошее, красивое исполнение. Мы говорим о гражданке Российской Федерации. Что касается ее работы в МОК, продолжает Навка, очень важно ее продолжать. Сейчас у нас весьма и весьма ограниченные возможности по работе в международных спортивных организациях. И мы должны использовать эти возможности максимально эффективно. Она такую возможность имеет. То есть Навка прямо говорит, что если она отреклась от воинского звания, от всего, и МОК принял ее такой, значит, мы должны иметь своего человека там. Не знаю, друзья, может, она и отреклась специально. Значит, она такую возможность имеет. И у меня нет никакого сомнения, что она будет использовать свои возможности для нашей страны. А что касается эмоциональных воплей, это удел тех людей, которые ничего не понимают в спорте высших достижений, заявила фигуристка. Друзья, я, может быть, она там это специально сказала для того, чтобы усидеть в МОК. Слушайте, мне кажется, ни один уважающийся гражданин России, неважно, это Пугачева, Есенбаева, Навка, кто угодно, кто угодно, гражданин Российской Федерации, не сможет сказать, просто произнести слова, что воинское звание – это номинально. С моей точки зрения вообще это попахивает не мне давать, естественно, правовые оценки, кое-какими статьями о дискредитации. Но, естественно, здесь ничего не заводит. С моей точки зрения она поступила, я не знаю, может быть, она там будет работать в этом Олимпийском комитете. Как человек, который сделал такие заявления, будет продолжать работать на благо, извините меня, России? Это как такое может быть? Она же перед иностранцами выслужилась, сказав, что она обесценила воинское звание в России. И как она там будет на благо России работать? А Навка вообще о чем говорит? Это очень подозрительные вещи. То у нас Ургант, патриотически настроенный гражданин, то Есенбаева. Друзья, что думаете на сей счет? Пишите в комментариях. С вами был Бута Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Бута Гришна. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Бута Гришна. Новости. Новости в формате 24 на 7. Внизу ссылочка на мои социальные сети ВКонтакте. Одноклассники и запрещенограмм. Успехов, здоровья. Всем пока. До встречи.